Друзья, приветствую вас на канале Асложно Просто. Меня зовут Сергей. Мы делаем каталог товаров по версии 2023 года. Напоминаю, есть предыдущая версия, она реализована по другим принципам и каналам. Посмотрите, если интересно. Сегодня будем добивать сущность. Наверняка добивать. Продолжим делать сущность Review. Сделаем два метода GetByD и DripByD. Они очень похожи, поэтому я думаю, вы их скопипастим очень быстро и красиво. В общем-то, давайте переключаться в Visual Studio и писать код. Итак, напоминаю, мы делаем сущность, которая называется Review. Сегодня будем заниматься этим и этим методом. Надо сказать, что они очень похожи, поэтому я в очередной раз их скопирую, если вы, собственно, не против. Хотя, в принципе, у меня фиолетовый. Я скопирую это из продукта, так или иначе они очень похожи. GetByD и Ctrl-C, Ctrl-B. Давайте сразу переименуем. Для начала переведем это в новый правильный Space. И вот эту штуку, Ctrl-H, сделаем на ревью, Alt-A. Отлично. Ну и теперь смотрите, у нас уже здесь нужно Review.Expression. Теоретически мы можем маркать и само собой мы это сделаем. Давайте опять так же по образу и подобию скопируем. Ctrl-V. Теперь это у нас будет Review, куда я полегал. Так, еще раз проверим. Да, это он. Здесь будет теперь Review. Соответственно, здесь по идее мы можем сделать то же самое. И, наверное, пока ForReddit мы уберем. Добавлю только тогда, когда нам нужно будет у Review. Нет дополнительных каких-то свойств. Вот таким вот образом я поступлю. Итак, нам здесь нужен Product ID. Здесь у нас будет Product ID. Description нам не нужен. Здесь будет рейтинг. Дальше нам нужно Content. Это будет Content. Категория меню нам нужен. Прайс не нужен. Смотрим, что нам еще не хватает. Это вот так вот проверим. UserMain. Отлично. Мы возьмем того, кто в общем-то делал этот как раз Review. Ну, в общем и в целом считаю, что это законченный вариант. Опять же здесь проверки не забываем. Review. Connect. Review. Ну, наверное, все. Давайте его вызовем где-нибудь. Для этого зайдем в Экпоинты. Создадим какой-нибудь новый пост. Review. Давайте вот так вот сделаем. Review. GetById. И теперь создадим этот в общем-то метод. Review. GetById. И сюда нам нужен идентификатор. Как раз тот самый GoodID. И мы в ней запустим вот этот вот. Так. Мы добавили сюда ReviewID. Ну и тогда сюда у нас попадет. А, с маленькой. Review. Ну, в общем, и в целом, наверное, я закончил. Другой вариант, смотрите, надо отсюда убрать, наверное, авторизацию. Потому что, по большому счету, он на превью могут рассматривать все пользователи. И, соответственно, вот эта штука сработает. Что если было скрыто, то она не найдется. То есть, то администратор увидит и скрытые в том числе. Ну, давайте, наверное, на второй раз скопируем. Давайте теперь именуем для начала. Вот. Так вот я сделаю. Вот. А теперь я, собственно говоря, его скопирую и скажу, что это у меня теперь Delete. Потому что очень похожий вариант. Так вот. Delete. By ID. Давайте смотрим. Напишем, чтобы не нарушать отчетности, так сказать. Вот. И теперь здесь напишем. Нет. Delete. Delete. И возьмем сюда и запишем вот этот вот. Request. Ну, и здесь, вместо того, чтобы просто его найти, этот самый Atom, мы его не просто сделаем, а, наверное, удалим. И для этого мне нужно взять Review с возможностью редактирования. То есть, Disable Tracking False. То есть, не отключать его обработку. Ну, и так как мы здесь уже делаем Projection, теоретически можно сделать вот таким вот образом. Ну, давайте вот так как-то сделаем. По Repository. Мы сделаем вот так. Здесь заменим на Repository. И, соответственно, это нужно убрать. Вот. И если у нас Atom не равен, собственно говоря, нулу. Мы тогда скажем, что у нас... Так, сделаем. Request. Delete. Ну, тот самый ID. И мы можем сюда указать Request Preview ID. Дальше мы скажем UniteWork. Сохранить это всё. Sync, наверное, будем использовать. Await. И дальше сделаем проверку. Если UniteWork. Если не было ошибок. Если не было ошибок. Then в Operation Result мы должны запихать эту самую ошибку. И в Exception у нас будет равняться та, которая была в последнем разе. Если она равна. Тогда. New. Catalog. Ну, давайте так. Catalog. Sales. Database. Exception. Да. Вот так. Напишем. NameOfReview. Достаточно. Вот. И таким образом у нас вот так я обычно делаю. И сюда мы дадим Exception. Return. И, соответственно, Return Operation. Вот как это будет выглядеть. Если уже у нас не было в процессе удаления ошибок. То мы вернем Umodule того объекта, который удалили. Ну, в общем, будет понятно, что его теперь у вас больше нет. И как будет последний шанс спасти. Или еще что-то с ним сделать. Так. Дальше нам нужно сделать примерно то же самое для... Давайте сделаем вот так вот delete. Так. Здесь у нас будет delete. Не ошибся. Здесь delete. И здесь будет delete. Я опять с вашего разрешения скопирую. Допустим у нас удалять могут только авторизованные пользователи. Ну, нужно сюда добавить. И я хочу, чтобы это было вот таким вот образом. Здесь у меня тоже вентификатор. Здесь будет delete. Ну, в общем, каким-то вот таким вот неимоверно сложным способом я сделал удаление. Давайте запустим и проверим. Теоретически должно все работать. Нюансы реализации и кастомизированные правила обработки, собственно говоря, на вашей совести. Так. Мы не стартанули. Да. Это хорошо, потому что у нас not mapped review. Смотрите. У нас есть product endpoint. Так. У нас ошибка. Я догадываюсь. Почему? Смотрите. У меня есть review model. И у меня их два. Один лежит для продуктов. Когда мы получаем продукты, мы маппим review на конкретный model. И когда мы получаем review и model на странице. В общем, их два. И на самом деле, скорее всего, вот здесь product model нужно добавить еще одну штуку, которая будет именно маппить review на review, соответственно, в pipeline, то есть в конвейере выполнения запроса через product. Давайте запустим проверим, что это работает. Теперь. Да. Действительно. Это у нас как минимум запустилось. Ага. У нас еще что-то сломалось. Но это уже видим что-то другое. это http. PostCreate. Да. Что-то здесь я не так, наверное, сделал. PostCreate. Вид. Еще раз читаем. Так. Ну давайте разделим все-таки вот эти вот названия. И я поспешил, что я их назвал одинаково. Так. У нас есть у продуктов объемодул, который называется review. И я его переименую. Скажу, что он называется. У меня теперь review for product model. И теперь посмотрим, что у нас из этого получается. Может быть мы увидим ошибку. Ну так бывает. Maming Convention имеет значение. О. Смотрите. Все запустилось. Не знаю, с чем это было связано. Наверняка вы это все понимаете. как это работает. Итак. Мне нужно посмотреть. А. Get all я не могу увидеть. Давайте откроем базу данных. Вот так. У меня тут есть какие-то review. Скопируем. И попробуем получить его по идентификатору. Выполнить. У нас не требуется авторизация. Вот мы получили review. Ну и в общем-то для проверки давайте его грохнем. проверим. И проверим, что у нас это работает. Мы не авторизованы. Это правильно. Мы авторизуемся. А вот теперь выполняем delete. Да. Мы попали в никуда. Отлично. Давайте посмотрим почему. Так. Видимо я промахнулся. Давайте проверим. У нас есть вот такой request. Ага. Мы не тот request сюда поставили. Как-то это получилось непонятно. Сохраним. Да. Давайте repeal сделаем. Ну. Наверное. Наверное. Давайте еще кому-то удалим. Просто нравится удалять. Скопируем идентификатор. Ctrl V. Execute. Так. Мы видим gpid. Теперь мы говорим удалить. Вот пришел. Request. Item мы нашли. Мы его удаляем. SaveChange. Нет ошибок. Item мы нашли. Ну. В общем. Вроде все работает. На. Вот он появился. Причем повторный. Если вызвать. То он покажет что не найден. Такой. Да. Действительно. Ну да. Все сработало. Так. Ну. Тогда давайте на этом заканчивать. Я тут все позакрываю. Вам напоминаю что не пропустить видео новое. Подписаться на канал. Еще вы можете помочь поддержать меня на busty.tu. Slash. Колобонга. Ссылка в описании. Вам хорошего дня. И пишите правильный код.